доброго времени суток народ ну что ж давайте посмотрим на этот китайский чудо электро автомобиль внешний электромобиль отличается привлекательным довольно таки простым дизайном и необычными пропорциями кузова по жесткости кузова я так скажу что он пожестче будет даже чем у кобальта багажник же у компакт вена небольшой его номинальный объем составляет 454 литра цельная спинка заднего дивана при складывании образует внушительную ступеньку а вместимость грузового отделения в таком случае увеличивается примерно в два раза и как вы видите все у нас здесь в твердом пластике соответственно и на двери багажника также здесь заводопроизводительным предусмотрено ручка закрывания багажника что огромное им спасибо по дверям по дверям двери жесткие ручки все тактильно все нажимается приятно мягкая часть подлокотника только для водителя на остальных дверях соответственно нету также водительское сиденье у нас регулируется механическим способом есть также вставки салон же у нас простой но он просторный также для удобства водителя у нас есть подлокотник мультируль с небольшим функционалом хотя здесь и установлена круиз-контроль водитель этого автомобиля сказал что круиз-контроля здесь он не мог включить старт-стоп кнопка шайба для переключения скоростей с нажатием клавиши парковка 12 вольтный разъем для прикуриватели или для радар детектора вот такая вот полка ниша приборная панель из твердого пластика приборный свет у нас включается механическими клавишами с функцией замедления на солнцезащитных козырьках у нас имеется зеркала что у водителя что и у пассажира но без освещения для водителя предусмотрен футляр для очков что в целом неплохо так как этот автомобиль и для такси выходить с него приятно будет пассажиру и водителю задняя дверь полностью вся из пластика уже нету мягкой вставки что можно сказать по салону впереди для меня было в целом все комфортно и вот сейчас я сяду сам за собой и здесь будет достаточно много просторного места для задних пассажиров тоже предусмотрен салонный свет с механическими клавишами салон же этого автомобиля очень просторные и сделан был и он изначально для такси по умолчанию машина оснащается двумя передними подушками без опасностями для удобства пассажиров у нас дверь отъездная а также для удобства здесь была установлена вот такая вот ручка что примечательно пассажир может отодвинуть переднее кресло для безопасности выхода из этого автомобиля заводов сготовителем было установлено маленькое искаженное зеркальце что вы можете наблюдать скажу сразу прямо выходить с этого автомобиля сплошное удовольствие но не заходить конечно же шутка два дисплея же установлены в этом автомобиле хорошего качества очень читаемый вот выше рзот и и когда купили это сколько у она у вас в пользование эта машина уже год в прошлом году год в прошлом году до покупали и проехали получается уже сколько 25 510 давно написано но вот вы как вы скажете вот довольны вы этой машиной есть какие-то плюсы есть какие-то минусы как вы думаете как вам эта машина в обслуживании вообще вообще-то этот минус и только вот зарядки не хватает до заряда не хватает на маленький пробег вот у вас как вот расход как вам показал вот когда вот нормальная погода весна осень у вас расход какой давала машина ну пробег на одной зарядки вот аккумуляторной батареи больше если 60 70 ездить можно до 400 она тянет 400 километров дает пробега тогда когда вот на трассе карат 1 90 100 максимум 300 дает максимум 300 300 но сейчас уже прохладно стало вы говорите что ездили в новой вам насколько хватило этого заряда на 220 максимум 220 километров до вы отсюда как пол заряжены выехали полный да и сколько у вас процента осталось процентов 3 процента 3 процента а заявленный пробег производителем какой 419 419 так 55 киловатт написано она берет где-то 45 47 киловатт ну и дало получается всего 220 на данный момент азим зимнее время вы ездили еще тоже зимнее время вообще 150 километров до 150 километров ну то есть вы печку включаете да на к обогрев как вот и машины обогрев нормально жрет сильно сильно кушает да батареи получается у вас здесь разные режимы есть тоже эконом на это плюс это и спортивный режим да вы в каком ездите режиме постоянно и к плюс и к плюс это то что рекуперация больше было что тормоза не изнашивалась да а вообще по идее вы разные режимы пробовали на сколько где хватает на и к плюс больше дает пробега или все-таки разница не чувствовал до разницы нету то есть там там включаете я вот просто на своей машине заметил то что эконом режим ставишь на рекуперацию мощную ставишь и она почему-то даже меньше пробега дает чем у меня в спорт и без этого без рекуперации да то есть разогнался на хай тратит ну а когда отпускаешь она накатом идет из-за этого пробег больше у меня тоже то же самое чуть-чуть заметно да что на спортивный режим немножко там разница есть какую посоветуете вообще эту машину брать можно по городу зимний период уже зимний период только по городу только по городу получается у вас год использовали вы ее 25 чем-то но а вообще с какие-то поломки существенные поломки что-нибудь было нет нет такого нет а маленький аккумулятор умер да у вас там по-моему литий-ионный маленький аккумулятор а вы сейчас какой-то хотите поставить свинцовый или какой нет она как литий-ионное что ли она там специально литий-ионный должны ставить ну и некоторые люди свинцовые это тоже лица свинцовые я стал уже год не подтянул да 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 вот свинцовый поэтому и не тянет а вообще за какую цену вы этот автомобиль брали 265 миллионов 265 миллионов это в городах тогда сколько было двадцать четыре тысячи двадцать четыре тысячи где-то дверь открытая что ли это у меня наверно я наверно плохо закрыл все здесь сколько лошадей в этой машины 100 100 лошадей да но она да она немножко поплавнее сейчас так еще круга дадим как нормально но в принципе в принципе тормоза здесь мягенький руль здесь по-моему электро или гидро по электро электро доставил разгон лучше все равно чем dvs разгоняется она лучше чем dvs но основная эта машина конечно сделано под такси вот такси таксисты вот в основном я читал то что в китае они очень популярны как вот то что такая посадка идет для таксистов они конечно самое то я не по моему долговечные да они износостойкие ходовая немножко конечно чем моя машина по по пожестче да получается управлению по управлению получается нормальная машина нормально нормально да и на жесткая и не сильно мягкая среднее что-то все надо еще учитывать то что этот автомобиль все равно для он это для такси ну чем трекера нами сюда она мягче чем трекер и ее лучше всего использовать как сказать в целях такси да допустим выгодно выгодно получается и как раз очень много здесь место получается если сзади садишься и впереди тебе комфортно и взаде на ней машина как сказать для пахаты на ней пахать самый цвет самый раз вот я был посоветовал бы такси для таксистов эту машину масло менять не надо ну там в редукторе есть только менять ну там по моему по заявленному пробегу я не знаю сейчас точно как на этой машине на моей машине у меня заявлено раз в 40 тысяч менять масло и туда идет по моему литр или литр 200 а цена этого масла всего 17 долларов свечки сюда не надо грэм сюда не надо бензин сюда не надо газ сюда не надо метан сюда не поставишь у нас любители узбекистане люди это на любую технику поставить метан по он даже хоть на электросамокат хотя было бы удовольствие поставить поставил года да как по фарам отлично нормально если лет оптика да по моему ставим все слов нет как будто днем но дисплей вот этот очень читаем и очень красивый мне нравится у меня дисплей чеки немножко похуже будет на вооружении автомобиля находится синхронный электродвигатель на постоянных магнитах приводящие движение переднюю ось с помощью одноступенчатого редуктора который генерирует 136 лошадей и 260 ньютон-метров аккумулятор здесь стоит литр железно-фосфатный тяговый отдачи 55 киловатт в час который обеспечит дальнобойность 419 километров на одном заре но это не точно на полную зарядку батареи от обычной розетки потребуется свыше 8 часов однако при использовании быстрого терминала восполнить бы электроэнергию до 80 процентов можно всего за полчаса до первой сотни электрокар разгоняется спустя 10 и 8 секунды а его максимальная скорость принудительно ограничена в отметке 140 километров в час также стоит отметить что у этого автомобиля предусмотрена возможность быстрой замены аккумулятор на другой полностью заряженный при наличии специальной инфраструктуры на данную процедуру требуется всего три минуты но вот мы и поговорили об этом китайском чудо инженерии всем добра всем всего хорошего настроения и пока